Композиторы В общем, на самом деле, очень много всяких специальностей, которым нужно специально учиться и в течение длительного времени. И в этом смысле, наверное, это схоже где-то с такими вещами, как кино, телевидение, возможно. А станут ли компьютерные игры интереснее, если при их создании будут принимать участие сами игроки? И игроки как раз и участвуют в создании наших игр. И в связи с развитием интернета, достаточно активным, появился очень хороший канал связи именно разработчиков с игроками. Она очень быстрая и очень удобная. Когда же, наконец, появится так долго обещанная настоящая виртуальная реальность? Мы лет пять назад думали, что виртуальная реальность — это трёхмерная графика, к примеру. Сейчас трёхмерная графика — это реальность, а не виртуальная. И никто уже как виртуальную реальность не воспринимает. То есть нужно что-то ещё. Так вот, когда сейчас мы думаем, что будет шлем и перчатка, будет виртуальная реальность. Ну, через какое-то время будет и шлем, и перчатка. А виртуальная реальность, она опять останется за порогом нашего осязания, что ли, в явном виде. То есть, в этом смысле, это такой хороший идеал, который никогда не достижит. Могут ли компьютерные игры, в которые играет большинство людей, чему-то научить? Или это абсолютно бесполезная трата времени? Есть, по большому счету, три таких жанра, если говорить об играх и обучении. Есть entertainment в общем понимании, то есть, это именно игры, развлечения в чистом виде. Есть education, это в чистом виде образования, есть entertainment, это вот совмещение как раз игр с образованием. Обучение, оно может быть разным, то есть, обучение может быть чисто предоставление каких-то фактов, а может быть обучение человека думать, принимать решения. Это в общем тоже в каком-то смысле обучение, и кстати, игры в этом смысле очень большую роль играют. Ну и еще там обучение спинномозговым рефлексом, это тоже так или иначе обучение, не думаю, что оно очень полезное. Ну хотя, в общем, все зависит от того, чем человек собирается заниматься в дальнейшем. В прошлом году хитовой игровой технологией были трехмерные ускорители. Отчего нам ждать в этом? В прошлом году реально появились трехмерные акселераторы, они появились в продаже и стали массовыми. В этом году, я не думаю, что будет какой-то радикальный прорыв, то есть, развитие скорее будет экстенсивным, нежели интенсивным. То есть, будет более мощные графические акселераторы, станут более массовые звуковые трехмерные акселераторы, будут более мощные процессоры, будут, не знаю, более качественные мониторы, что ли. Ну и так далее и тому подобное. Интернет – одно из направлений, которое, безусловно, будет развиваться очень интенсивно, но, опять же, оно начало развиваться достаточно давно. И в этом году, хотя и произойдет некий перелом, то есть, там будет достаточно бурный рост, но он не будет чем-то таким взрывообразным, как это, например, было в этом году с трехмерными акселераторами. Сергей, спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Было бы любопытно дожить такого времени, когда дети в школе будут учиться, играя в компьютерные игры. Интернет, очень приятно, что вы к нам заехали. Спасибо большое. Надеюсь, вас видеть еще раз.